Выборы в Москве, как и в стране, иногда превращаются у нас в Россию, наверное, не только в России, во всем мире и в той же Америке, в какой-то такой пиаровской акции. Многие политики, даже понимая, что они не станут президентами, все равно они вкладывают деньги в эти выборы. Мне кажется, для раскрутки своей, для своих идей каких-то политических, чтобы пропиарить идеи и себя любимого. Вот в основном так. А уже во вторую очередь стать мэром какого-то города или страны. Ну а кто-то целенаправильно хочет получить власть. Я бы хотел, чтобы у нас были мэрами, президентами люди достойные, то есть талантливые и бескорыстные, которые бы честно относились к своей обязанности руководителя и которые бы вносили вклад в ноу-хау. Тем более сейчас возможности у России огромные. Вот. Это при коммунистах застойно времена. Там руководитель это был, извините меня, грубо говоря, как попка. Ему позвонили из Кремля, Иван Иванович, там, пора пахать. Он хорошо, там, дал приказ, пашите, ребята, там, вначале пахать, там. Иван Иванович, пора сеять. Хорошо, засеем. Дал приказ сеять, понимаешь. Сейчас таких примитивных руководителей никому не нужны. Сейчас руководители должны, вот, у них должен быть свой какой-то креатив. Они должны что-то находить, нужное, интересное, строить какие-то объекты, заводы, может, фабрики. То, что нужно людям, может быть, именно в этом районе. Вот. То, что дефицит у нас, чего не хватает, каких товаров или продуктов. Вот. То есть они должны внести свою лепту, вот, в город, в страну благо, которое принесет народам благо. Вот так. То есть работать на страну, на народ свой. Не просто, там, кричать на митингах, обещать, что я, я, я сделаю, если я стану, там, президентом или, там, мэром, да я тут. Вот. Не только обещать, но и делать для народа, для страны, для города, в котором он живет.